Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Мне в первую очередь, читая ваш текст, конечно, пришло на ум некоторое понимание, так скажем, ситуации. И я думаю, не сочтите, пожалуйста, это за грубость, но я думаю, что мы с вами общались. Я думаю, что мы с вами общались, и я думаю, что знаю и вас, и вашу жену, и так далее. Я думаю, что я вас знаю. Хотя, конечно, вы можете это представить. Значит, у вас проблема с вашей женой и вашей дочерью. Это проблема. Ну, ваш. Значит, что мне хочется здесь сказать? Ну, во-первых, во-первых, наверное, у меня сложилось такое впечатление, такое ощущение от вашего текста в целом, что вы как будто бы хотите, чтобы жена просто терпела эту ситуацию. То есть, вы довольно подробно все описываете, довольно подробно по ситуации объясняете, и это здорово. Браво. Это прекрасно, что вы описываете всю ситуацию так, как она есть. Вот. Ну, у меня сложилось впечатление, что как бы для вашей жены растет неудобство. Вот. человек. Вы на дочь никак повлиять не можете, потому что человек, вы спельчивый, и можете на нее прикрикнуть, после чего она обижается, а вы чувствуете потом вину. Ну, из-за этого вы, ну, не только из-за этого вы чувствуете вину, но в том числе, из-за этого вы чувствуете вину. Вот. И отсюда ваша такая вот потребность, да, обращаться с дочерью, ну, как-то более мягко. Что поводит вашу супругу до, по сути, белых коленей, да, получается. Вот. И вы говорите, что она вас бросает. Ну, давайте для начала пофантазируем о том, как бы она должна была сюда везде. Если ей откровенно становится некомфортно проживать. Вот. То есть, как она должна себя везде? На что она должна надеяться, самое главное? И какие, какие перспективы, какие перспективы у вашего совместного проживания? Ну, вот. Дальше. Значит, вы пишите, что с гражданской женой вы живете пять лет. У меня есть дочь семнадцати лет. Да? И у жены есть девять лет. Девятилетняя дочь. Смотрите. Поначалу вы свою жену вроде как хвалите. Вы говорите, что она культурный, добрый, неконфликтный человек. Чувствующий личные границы. Вот. Вы описываете то, что ваша дочь делает. Но вы не описываете то, как вы влияете на свою дочь, чтобы этого не было. А после, просто, по моим, по крайней мере, ощущениям, вот, просто начинаете определять претензии жене, а не дочери. Вот. Понимаете? Я думаю, что вы не определились со своим отношением к жене и к дочери. Вот. Я думаю, в этом основная проблема, потому что, да, вы говорите, что проблемы вашей дочери касаются жену косвенно, но нет. У нее проблемы, у нее физические проблемы, у нее психологические проблемы. Вот. Вы говорите, что она предлагала обратиться к психологу, но вы не воспользовались этой возможностью. Почему? Вот. Вы говорите о том, что вы хотите дома отдыхать. Хорошо. Что вы делаете для этого? Что вы делаете для того, чтобы дома вам была возможность отдыхать? Вот. Делаете замечание своей дочери и все. Или кричите на нее в порыве импульса и все. Что вы делаете там? Поэтому работать здесь, на мой взгляд, нужно в нескольких направлениях. Первое. Это действительно с вашей импульсивностью необходимо работать. Да, чтобы вы могли выражать свои эмоции лучше, чем вы это делаете сейчас. Чтобы вы научились это делать. Грубо говоря, грубо говоря, не испытывая негатива. Вот. Не испытывая потом за это чувство вины. Вот. Ну, за выражение своих чувств. Это первый момент. Да? И второй момент, на который нужно обратить ваше внимание, это ваше отношение к дочери. Вот. То есть, если вы чувствуете, вот, по отношению к ней вину, то вина далеко не лучший мотиватор для того, чтобы взаимодействовать с кем-либо. Вина далеко не лучший способ. И сначала нужно, значит, сделать так, чтобы вина перестала определять ваше поведение. На мой взгляд. А потом уже смотреть на то, как на самом деле вы видите свою дочь. Вы пишите, я рослился в семнадцатом году, и дочь с того времени жила с матерью. Она жила в основном, что тоже занимается работой новым мужем, а ее ущемляют во внимании финансово. Общение не складывается, а мама их характер скверный, обижает дочь. То есть, по сути, ваша дочь здесь опять же ставит на чувство вины. Но развод с вашей первой женой – это психологическая травма. Ее нужно вам помочь прожить, потому что психологический эффект от нее, скорее всего, влияет на вас до сих пор. В девятнадцатом году дочь пожила с нами три месяца, проблем с ней не было. Потом я отправил ее обратно к нами, потому что мама есть мама, с ней делать девочки лучше, и был неразрешенный вопрос с алиментами. Но, опять же, здесь не совсем ясна субъективная сторона, почему в девятнадцатом году ребенок жил с вами три месяца. Почему именно три месяца? Когда вы решили ее отправить обратно, когда вы говорите, что проблем с ней не было, что вы имеете в виду? В прошлом году ответ на жалобы дочери, я решил взять ее жить к нам назовем. Но, опять же, из какого чувства? Из чувства вины, получается. Поговорил об этом с нынешней женой, она несколько раз сама общалась с моей дочерью, ей объясняла, рассказывала все проблемы, про себя какие-то истории, потом мы все вместе обсуждали совместное проживание что и как, дочь соглашалась на это все, говорила, да, речь у нее грамотная, сознательная, хорошая понимание было, мысли правильные. Что значит правильные мысли? Окей, мы фиксируем, что дочь соглашалась, так, значит, соглашалась на это все. То есть вы имеете в виду правила совместного проживания, ваша дочь соглашалась. Супер. Фиксируем этот момент. Дальше. После того, как она к нам приехала, в первый же день стала вести себя, как ей нравится, привычное в нарушении договоренности. И вот. Вот. То есть ваша дочь не издержала слова и какая ваша реакция на это? Как вы отреагировали? Понимаете? И с тех пор это все так и продолжается. Правильно? Какая ваша реакция? Ее нет? Вы делаете замечание, но в целом вы относитесь по пустительству к тому, что ваш ребенок наручил границу, наручил договоренности. И все. Дальше уже можно не читать ваш текст. Потому что и ваши обиды на вашу жену, да? И ваше отношение к дочери, все это вытекает из этого момента. Дочь нарушает договоренности совместного проживания, да? Следствие чего вредит вашему ребенку, ваша жене, что вы описываете в своем тексте. Вы относитесь к этому по пустительски. Теперь, внимание, вопрос. А какая мотивация, вот какая мотивация у дочери вашей, вашей дочери, да? Выполнять свои договоренности. Какая мотивация ей выполнять свои обязанности? Для чего она это делает? Для чего ей бы это делать? Вот вы можете себе сами это объяснить? Для чего вашей дочери выполнять свои договоренности? Вот. Дальше. А, жена сначала с ней тоже сама пыталась договориться, но поняла, что это бесполезно и перестала. А вы? Что делали вы? Моя жена относится к девочке хорошо, а как вы к ней относитесь? Это больше всего интересует. Почему? Причем здесь ваша жена? Вот. Так. Интересуется жизнью ее, проблемами, заботится. Так. Ну понятно. Ни разу грубого слова не сказал, не обидел ничем. Да. И после этого вы говорите о том, что она вас бросает. Вот интересно у вас перемена в данном случае происходит. Жена культурный добрый человек, не конфликтный, чувствующий личные границы. Она красивая и встроенная с высоким интеллектом. На физическое здоровье мне очень сильно. К чему эта информация про вашу жену? Вы ее как будто бы сначала в начале текста идеализируете, а в конце наоборот идеализируете. Вот. То есть. То вот смена настроения происходит. Вот. Если у нее, если она физически здоровьем не сильна, у нее от сильного стресса, включая там сексоматики и так далее, не ваша ли задача защищать ее? Не ваша ли задача охранять ее покой? Нет? Тогда чья это задача? Ее. И она, не имея возможности изменить ситуацию в вашем доме, принимает решение уйти. В чем, как бы, что вам здесь непонятно? Человек не хочет жить плохо. Либо ситуацию меняете вы, потому что это ваш ребенок выбрал, это ваша ответственность. Но судя по тому, что вы описываете, вы не справляетесь с этим. Или человек принимает решение сам. Ага. Немножечко хотел бы рассказать про чувство вины. Чувство вины – добавленная злость. Дело в том, что мне показалось, что вы в какой-то степени боитесь своих эмоций. Вы боитесь злиться. Возможно, это связано с тем, что вы не можете себя контролировать. Да, возможно, это связано с этим. Возможно, это связано с тем, что у вас, ну, не получается контролировать ваши чувства. Из-за этого вы боитесь, что вы можете, ну, знаете, как говорят, наломать дорогу, да? Вот. То есть, да, вы впиливаете иногда. Вот. Иногда вы впиливаете, конечно же. Вот. Но в целом у меня есть такое вот, такое ощущение, да? Вот в целом у меня есть такое чувство, что вы боитесь своих эмоций. Так вот, вина, вина – это подавленная злость. Вот. То есть, вы от этого убегаете. Ну, как бы немножко, немножко, как бы обесценивая себя, да, немножко. В данном случае. Вот. Так. А у моей дочери далеко не все в порядке. Ну, окей. Указывая, и всяко не все в порядке. Как бы. Вопрос в том, кому хуже. По вашей оценке. Вот. Как бы. Как бы. Об этого нужно исходить. Дальше. За семь месяцев совместного проживания было многое. Сначала дочь мешала по ночам спать, чтобы в квартире кремить. До утром заведет будильник и встает под него. Проспалась. Моя жена говорила о том, что мне это не нравится, что ей это не нравится, что она не высыпается нормально, чувствует себя нехорошо, просил меня привести это в норму. Вы сами, как считаете, адекватное поведение или нет? Вы говорите, я долго это налаживал. Месяца три. Потом это прекратилось. Вот. Опять же. Хочется здесь вас спросить. В смысле прекратилось? То есть, как это произошло? Вы не знаете, как это произошло? То есть, правильно ли я понимаю, что вы по какой-то причине довольно долго это налаживали. Что конкретно вы делали? Не очень понятно, судя по тому, что опять же я могу видеть. А потом это прекратилось. то есть, механики, механики того, как это работает, ну, именно вот, именно вот, механики, как будто бы, поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. Вот. Как будто бы вы не знаете. Ну, сами. Вот. То есть, как будто бы у вас нет понимания того, почему это прекратилось. Вот. Ну, давайте мы с вами попробуем разобраться, что вы делали и почему это прекратилось. За этот период у жены случилась паническая алпака. Она обедала на работе, у нее началось боевое постарение. Она обратилась к психиатру и стала принимать 1% для лечения. Во-первых, к чему вы это написали? Вы сами как это рассматриваете? То, что у жены такое вот восприятие. То есть, как бы. Также, с самого начала дочь не заблюдает в своей комнате чистоту и порядок. Пишите вы. Я периодически делал замечания, просил выбраться, но это не помогало. Мотивация. Вы не мотивируете ребенка на это. Первый момент. Второй момент. Как у вас отношения, в принципе, с дочерью? Почему у меня такое ощущение, что с дочерью общается больше ваша жена, чем вы? Так, жена сначала по этому поводу ничего не говорила. Считала, что комната дочери это ее личное пространство. Потом у дочери завелись нас в комнате, которые стали ее кузать по ночам. А через несколько дней привелись в комнате ребенка моей жены и стали кузаться. Я делал обработку веществом в комнате своей дочери. Вот опять, такое ощущение, да, что вы работаете с симптомами, но не с проблемами. Вот. Дочь не соблюдает порядок в вашем доме. Не соблюдает договоренность. Все вещи отпаривался вместе с дочерью в комнате ребенка жены и проводил отпаривание всех вещей несколько раз. Так как поливать комнату хомикатами, жена не согласилась, ввиду его высокой токсичности для человека. Окей. Причина все. Причина по всем. С тех пор жена стала наблюдать за состоянием комнаты моей дочери. Она считает, что беспорядок от одного анти-санитария это другое, что влияет на остальных членов семьи. А вы как считаете? Вот я обратил внимание, что вы свое мнение ни по какому вопросу не высказываете. Вот вы говорите, что вы делали дочери свои замечания, просили его братца. Почему? На каком основании вы это делали? Что маме двигало делать ей замечания? Дочь оставляла в комнате мусор, пищевые отходы. Например, неделю около батареи мог находиться мусор с остатками пищи. Окей. Вы для чего это сейчас пишете? Зачем? Мне ощущение, что вы просто жалуетесь на дочь. Пока получается так, что ваша дочь живет как хочет, ваша жена и вы ликвидируете последствия ее действий. Сказ с чистыми вещами дочь запихивает свои грязные вещи обратно. В лапах у комнаты неприятные, она не проветривает. Жена возмещала, что надоела эту помойку. В квартире просил меня решить вопрос. Я просил дочь убрать, она не убирала. Тогда осталось собрать пакет, мусор, грязные вещи, всего одну кучу. Когда она обижалась, она убиралась. То есть это так работает, что вы просто идёте что-то сделать, а она не делает, вы делаете сами. Всё. Вот ваш способ решения проблемы. Серьёзно? Ну то есть правда? Это так работает? То есть... Вы поймите, что просить человека можно только если есть взаимное уважение. А теперь скажите мне, пожалуйста, уважает ли вас ваша дочь? Уважает ли дочь себя, коль она так делает, как делает? Без уважения, просьба это пустой звук. А то, что вы делаете сами... Это просто борьба. Так, в итоге у ребёнка моей жены укусы не прекратились. Она решила выбраться на матрас, вещи ещё раз отпарить, а диван с политехникатом потом смыть. Я вот обращу внимание, что как-то подробно очень всё вы описываете, не совсем понимаю цель такого подробного описания. Жена сама проводила обработку вещества в перчатках и респираторе, но видимо всё равно надышалась. Почему она это делала сама? Опять... Не очень понятно. На следующий... Так... На следующий день её рвало обработку овощи... Она оправилась, я помогал ей промыть потом в комнате, а с дочерью провёл беседу о том, какие последствия её поведения. Повторюсь, беседы работают, когда есть уважение. Здесь как будто бы прямая угроза вашей дочери, ой, дочери вашей гражданской жены и её ребёнку. Или вы как сами-то считаете антисанитария? Это как? Как это для нас? Ещё моя дочь не хочет учиться в колледже, прогуливает, опаздывает, получает двойки, делать ничего не хочет вообще. Даже посуду за собой не моет, пока ей не скажет. Ещё она обманывает регулярно. Как-то раз она вольно не явилась домой ночевать. А... Зачем ей... Как бы... Являться домой ночевать? Она уже, в принципе, почти взрослый человек. Вы пишите, я постоянно ей провожу лекции о необходимости учёбы. Это... Это правда помогает. Ну то есть... Лекции... Лекции о необходимости учёбы. Вы поймите, что человека сначала нужно чем-то заинтересовать. И вот здесь у меня вопрос. А как много вы проводите время со своей дочерью? Как много вы... Вы ходите с ней гулять, играть, играть, где-то заниматься, знакомить её с какими-то вещами? Вы, как родитель, как много проводите с ней времени? У меня такое ощущение, что очень немного. У меня такое ощущение, что разговариваете вы с ней, только либо делая её замечания, либо читая лекции. И всё. Я человек импульсивный, быстро выхожу из себя и начинаю кричать на дочь. И с этим нужно работать. Ваша импульсивность, то, что вы начинаете кричать, в связи с вашими чувствами, лично я полагаю, с большим количеством подавленных эмоций. А бывает она заплачет, потом обижается, ходит с недовольным лицом и не разговаривает. А вы в это время чувствуете вину. Мы несколько раз ругали жену из-за происходящего у нас дома. Ваш вклад в конфликт, пожалуйста. Ваш вклад в конфликт, пожалуйста, расскажите. В чём ваш вклад в то, что вы ругали? Жена утверждала, что дома обстановка тяжёлая, атмосфера напряжённая, некомфортная, только расслабишься снова что-то не так. Что-то всё влияет на неё и на ребёнка. А вы? Ваша позиция какая? Почему вы свои позиции здесь как бы не озвучиваете? Жена предлагала обратиться к психологу. Моя дочь не хотела, я тоже так и не воспользовался такой возможностью. Почему? Жена что-то читала, присылала мне советы по воспитанию. Она предлагала варианты, что мне можно попробовать предпринять. Я очень устаю на работе и дома хочу отдыхать. Так супер! Если вы очень устаете на работе и хотите отдыхать, ваша дочь явно этому не способствует. Значит, либо вы делаете что-то со своей работой, чтобы на ней не уставать, либо вы делаете что-то со своей дочерью, чтобы она давала вам возможность отдыхать. А так получается, помимо того, что у вас происходит резкий переход здесь. То есть вы говорите, что ваша дочь и ваша ответственность, ну так вы же, вы противоречите себе, если ваша дочь и ваша ответственность, а дома вы хотите отдыхать. Непонятно получается, когда вы эту ответственность будете реализовывать и как. Каждый день методично работать с дочерью, взаимодействовать, контролировать и воспитывать, у меня нет ни времени, ни сил. Супер! Если у вас нет на это времени, значит воспитать её не получится. Не только по этой причине. По причине того, что она уже почти взрослая. Но главное другое. Главное, что вам, судя по всему, не хочется проводить с ней время. Вот давайте честно, какие у вас чувства к дочери? Что вы чувствуете, когда глядите, когда смотрите на неё? Какие чувства у вас возникают? Она вам интересна как личность, как человек? Как это проявляется? От случая к случаю я делаю, что могу. Что именно? Но в подходе к ребёнку нужна системность. Если системности нет, это не работает. Ребёнкам нужно проводить время, досуг, уделять ему время, посвящать своё время. Это не отдых. Дети не отдых. И мы снова сталкиваемся с этим противоречи. Дома хочу отдыхать на работе. Устаю. Ребёнок – это моя ответственность. Непонятно. Я же не сказал, что если проблемы не решатся, моя дочь уедет обратно к маме. А какой момент? Вот, во-первых, как должны решиться проблемы? Это первое. Как они должны решиться? То есть, какое у вас видение того, как решатся эти проблемы? Ну, не сами же по себе, правильно? Они будут решаться. Вот. И второе. Как вы поймёте, что проблемы не решаются? И что дочери пора ехать к маме. Я понимаю, что моя дочь, что вылит ее по характеру отношений, эгоистки с коронным потребительским отношением. Хорошо, если на свадьбу меня потом пригласит и денег будет только бросить. Опять же, не очень понятно, как бы, к чему вы это написали. Если ваша дочь похожа на вашу первую жену, то вы, глядя на нее, испытываете вряд ли позитивные чувства. И обрасьте меня, если я не прав, но мне кажется, что вам не хочется проводить время с своей дочерью, потому что она напоминает вам жену. А жена вам не очень при... эээ... при... ну, приятно, да? Дальше. Поначалу моя дочь щутила щутки над ребенком моей жены, та девочка в слезе или раздражалась. На младшую девочку делала ей замечание неприятным тоном. Пару раз повышала голос, хотя дочь жены вполне нормально себя ведет. Например, девочка что-то писала в своей комнате, моя дочь на нее кричит. Жена по этому поводу нервничала, вставала на дубе за своего ребенка, мне постоянно отверстили, что мне как отцу нужно с этим что-то делать, чтобы отрегулировать уже наконец свою дочь. Как вы считаете сами? Опять же, есть ощущение, что вы жалуетесь на своего ребенка сейчас. Вот. Или вы просто жалуетесь на свою дочь. Вот. Дальше. На мам моей жены она тоже как-то кричала, когда она приоткрыла к ней комнату отверстия спросить. Спросить бабушке я ответила, и дочь жена жаловалась, что ее обидела. И к чему вы это пишете? Равно жена обнаружила, так, ну, тут понятно, значит, дочь палочка с помадой и туша полотенца для лица, там понятно, я не уверен, что это она. После этого жена разошла в конкретно, а не должна была, по вашему, по вашему мнению. Ну вот. У нее начались проблемы, пойдет анализовать, и вы считаете, что это не стоит того, что она делает, да? Она мне заявила, что жить так больше не собирается, и вы считаете, что это неправильно, да? Вот. Ее терпение лопнуло, проблемы не приглашаются в 8 месяц, дома находиться невозможно. Я спросил ее, и что делать? Обратите внимание, ранее вы писали, что сказали жене, что если проблемы не решатся, дочь ваша уедет домой. Сейчас вы говорите, и что делать? Перекладываете ответственность на свою жену. Вот. Вы пишите, жаль, но дочь я свою не выгоню. Это противоречит тому, что вы писали раньше. И жена вам на это указывает, что вы до этого, вы ей обещали иное. Что поменялось? Что поменялось в вашем восприятии? У вас появилась какая-то надежда. Надежда на что? Восприняла это так, что дочь у меня на первом месте. А это неправда? Тогда объясните свою позицию. Раскройте ее. Донесите ее. Покажите свою позицию. Что дочь, чтобы она не делала, дороже, чем жена. А это не так? Мы опять разругались. И снова, ваш вклад в конфликт. Какой он? Жена есть себе квартиру, которую можно снять, но ей нужно определенные районы условия, а пока живет с нами, мы практически не общаемся с ухо по делу. Я вот и понимаю все, и понимаю ее излишне на нее. А давайте разберемся, что значит вы ее понимаете, и что значит вы на нее злитесь. Это некая двойственность. Это конфликт. Если вы ее понимаете, понимаете ее, да, то вы с ней согласны в чем-то, а если вы на нее злитесь, то в чем-то вы с ней не согласны. И это нормально. Но вам нужно об этом ей сказать. Дальше. Я и ранее делал предложение, у нас должна была свадьба в этом году, я ее выреку, все. Зачем мне такая свадьба, мы и жена должны быть в горе и в радость. Ну, тут прямая угроза здоровью человека. И она имеет право не быть в этом. Это первое. Второе. 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 Так вы понимаете ее, или вы считаете, что она не права? Вы как-то не оп... ну, не определились. После этого она обстыганула и сказала, что явно что-то путала. Я даже не знаю, как с ней потом дальше общаться. Почему? Ей вещи надо помогать перевозить, она будет жить отдельно, пока я тут сам один себе проблемы не решу. По сути, она меня бросает в горе. А какое это горе? В чем горе? Горе в том, что у вас есть проблемы в отношении к вашей дочери, это горе. Почему это горе? Чем это горе для вас? Почему ваша жена должна в этом участвовать? А почему вам кажется, что недостаточно 8 месяцев для этого? Вот. Эти вопросы все про вашу позицию. Понимаете? Нет ни обвинения, я не говорю, что вы не правы. Но это все вопросы про вашу позицию. Вот. Она меня бросает. Ну, а на мой взгляд, она просто себя защищает. Потому что за 8 месяцев ничего не изменилось. Что указывать на то, что изменится дальше? Что? Вот давайте, что указывать? Вы вначале говорите жене, если проблемы не решатся, дочь уедет домой. Потом вы говорите, я свою дочь не выгоню. Что изменилось? Это первый момент. Второй момент. Почему вы воспринимаете ее ответ к маме, как выгнать? Вообще, может у нее просто оправдание, на самом деле она просто со мной жить и хочет ищить причину. То есть вы считаете, что все то, что произошло, это поиск причины, чтобы с вами не жить. Вы считаете, что за эти 8 месяцев ваша жена не терпела неудобств за вашей дочерью? По-моему, у вас здесь проблемы с самооценкой собственной. Ощущением собственной ценности, нужности, значимости. Это может происходить из того, что вы деструктивно организовали свою трудовую деятельность. Когда на работе вы очень встаете. Моя дочь это моя нервотропка, а жене это касается только косвенно. Ну, проблемы с ее здоровьем и ребенком, вы это называете косвенно? Вы говорите, моя дочь это моя нервотропка, супер, если это ваша нервотропка. Почему в этом должна участвовать жена? Но вы же именно этого от нее требуете, чтобы она участвовала и снова противоречила. Вот. Жена сама себя правда заводит и от всех страдает. Вы перечитаете свой текст. Там правда, что она сама себя заводит и страдает. А укусы? А ее проблемы? А панические атаки? Вы правда считаете, что она себя сама заводит? Такое ощущение, что вы здесь убегаете от злости на свою дочь. Так, жена, так, вот она успокоится и не уйдет, но настроена решить, но она не понимает меня, что быстро я не могу решить проблемы. Надо подождать, потерпеть некоторое время. Это вы можете терпеть некоторое время, потому что вы ее отец. Но ваша жена, с учетом проблем и угрозы ее ребенку, вы считаете, обязана терпеть? Дальше, я же не бездействую, а что вы делаете? Вы сами говорите, что время от времени делаю замечания, читаю лекции о необходимости учебы. И все? Ребенку, вашей дочери, нужно ваше личное время. Нужно досуг. Нужно, чтобы вас научились уважать. Уважение нужно зарабатывать. Своим поведением, к примеру. Как вы это делаете? Уважаемый эксперт, что вы думаете по всей этой истории? Сказал, я даже не знаю, что мне делать. Что делать, чтобы что? Это моя родная дочь, я чувствую ответственность за то, что она выросла такая. Я ведь ее не воспитывал, пока она шла к матеру. Жену я люблю, она мне дорога, никого выбирать не хочу и никого выгонять. Ага, смотрите. Вы чувствуете ответственность за то, что она выросла. Да. Окей. Смотрите, у вашей жены и ее ребенка, и у вашей дочери, у всех их свое место в вашей жизни. Вам нужно определиться с приоритетами. На одном уровне они стоять не могут. Второе. То, что вы сейчас описываете про ответственность за то, что дочь выросла такой, это вина с одной стороны и с другой стороны полное отсутствие контакта с вашей дочерью. А только воспитание. Вот. Вашей дочери скоро восемнадцать лет. Она сформировавшаяся человеку. И она сама теперь, после шестнадцати лет, отвечает за себя. Да. Вы способствовали тому, что произошло. Но основные выборы делала она и ваша супруга. Бывших. Вы говорите, что дочь похожа на нее. Дальше. Вы говорите, не хочу никого выбирать. Это выглядит здесь, как нежелание принять решение. Потому что речь идет о выборе. Речь идет о принятии решения. Вы можете снять дочери в своей квартире отдельно. Пусть живет там. Едете к ней. Проводите время. Речь не о том, что вы должны кого-то выгнать. Речь о том, что нужно бы всем было хорошо. Понимаете? И речь о том, что у вас нет гарантии. Где-то в глубине дочери вы знаете, что в ближайшее время дочь не изменится. Сколько ваша супруга при учете ее особенностей должна так жить? Год? Два? Вы говорите, что она физически не очень здоровая, так что с ней будет из-за стресса. Или вы считаете, что она не должна испытывать стресс? Может быть. Но возникает вопрос, а почему она должна это терпеть? Основная проблема заключается в том, что у вас нет четкой, ясной позиции. Основная проблема в том, что вы противоречите себе. Вы как будто бы не уверены в себе. У вас есть внутренний конфликт. И вот его-то и нужно решать. Вне, пока что, связи с дочерью и вашей женой. Вам самому. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь. Да. И еще момент. Вы говорите, что вам ваша жена дорога. Что это значит? Вы любите ее? Или она вам просто нравится?